Когда два крутых бойца, обладающих не только мощным ударом, но и настоящим бойцовским духом сходятся в поединке, это обещает зрителям очень интересный бой. А если эти парни еще и представляют Россию и США, бьются в тяжелом весе, а на кону стоит пояс чемпиона, то интерес к этой битве взлетает до небес. 16 мая 2012 года в Москве прошел международный турнир M1 Challenge 32. В главном бою вечера выступал временный чемпион организации в тяжелом весе, американский боец Кенни Гарнер. За его плечами была победа в турнире восьмерки M1 Selection America и победа над Пэтом Беннетом и Максимом Гришиным. Отличительными особенностями Гарнера всегда были его неустрашимость, мощнейший удар с обеих рук, физическая выносливость и очень неудобный для любого оппонента стиль ведения боя. Он планировал биться с самим Александром Емельяненко, но судьба распорядилась иначе. И Кенни представил бой с атлетом, который нанес Александру тяжелое и сенсационное поражение. Магомед Маликов двумя громкими победами-накаутами над Алексеем Олейником и Александром Емельяненко стремительно ворвался в элиту отечественных смешанных единоборств. Сокрушительные удары спортсмена из клуба Горец прокладывали ему дорогу на вершину ММА. И бой с Кенни Гарнером мог стать для него очередной ступенью в его продвижении к этой цели. Магомед владел титулом чемпиона Южного федерального округа по рукопашному бою и поясом чемпиона Файт Стар. Игорел желанием добавить в эту коллекцию и пояс чемпиона М1 Челлендж. Магомед Маликов против Кенни Гарнера. Бой за первого чемпиона в весовой категории свыше 93 килограммов. Кенни Гарнер Магомед Маликов. Россия против США. Ну и США против Россия. Интересно сколько раундов продлится этот бой. Я сильно зомневаюсь, что все пять. Не верю. Не верю нокаутерам. Два нокаутера. Причем Гарнер удар-то тяжел. Вполне свой соперник может и сложить. Сейчас ринг покажут. Да, золотой снова. Тут уже в каком-то смысле на удачу. Кто первого попадет. Немножко не по-джентльменски появился Кенни. Когда протянули ему руку, он налетел, принес удар. Регламе там не прописано пожатие руки, поэтому уже они вот не являются. Если ты убирай глобально. Ну, чисто с джентльменской позиции. Дорога не очень красиво. Магомед Прегранский-Дорец. Там, ну, иди его заборил, но еще практически нет. А первым ударом попал. Причем, по-моему, сломал нос, судя по обидному кровотечению. И вот то, что он делать умеет. Висеть на сопернике. Отключает остановку боя. Ну, тюкона, ну, тюкона. Даааа. Субтитры подогнал «Симон»! Встал, но теперь-то, если там перелом, ну, это с переломом носа он может вполне добиться. Ну, да, боксеры бьются там. Боксеры бьются там. Боксеры бьются там. Встал, без основных ребрами на этим перелом. Сейчас будет Магомед Кишаева. А вот Магомеда он разозлил. Сейчас заряжаться. Не очень понял, что произошло. Пускали бурсы. Спина оператора, закрываем обозрение. Вот его размена. Это лобово крепче. А вот он серьезно. Вот это хайкик. Воспорную не доведен до конца. Ну, конечно, еще на стороне Магомеда. Пресловутая акклиматизация. Которая уже говорила. Все-таки Кенни прилетел опять же из США. Когда он бился с Максимом на своей территории, он чувствовался прекрасным. Пять раундов, очень бодро. А здесь мы помним его бой с Бурном. Кеннишвили, когда он в втором раунде, говорим, что он устал. У Кенни за годы здесь, когда он умный, появился такой рисунок. Попал. Попал. Абсолютно бесстрашно. И, во-первых, никогда не пасовало. А Магомеда ревет, гонится вперед Магомеда Маликова. Магомеда, руки быстрее. Еще, кстати, я могу ошибаться, но, по-моему, мы не видели еще Магомеда в заперлиных поединках. Я точно не видел. Кенни хорошо уворачивается. Защита у него, может быть, не очень, но он как-то так ловко уворачивает. Опять же, о чем мы с вами говорили, Внуки, да? Совершенно непонятно как, но как-то это получалось. Попал в всех моментах. Три удара. Вот это, вот это крепость головы, конечно, у американского бойца вообще не представляет. Три удара такие, да, вскользь, но они пришли, в принципе, по месту. Раз, два, три. И стоим. Возвращаясь к тому, что у Кенни появился рисунок, понимая, что соперник тебя начинает перестреливать в руках нога, Бежу с него, все. Прислоняй его к канатам. Да. Кенни, человек за гавтом. И нельзя сказать, то, что у него соперники там были простые, очень простые. Сейчас очень хорошая проверка. Безусловно. Тут факт даже, что когда он делался с Максимом Гришином, ну, хотя Максим был, он немножко не подготовлен. Да, Максим был там не форт. Но Максим скоростной ударник на купюре. Он ни разу не попал практически чисто в чай в Кенни. Который в том, что Кенни очень серьезно умеет выходить от ударов. И при этом маскирует это как раз и внешнее вот это впечатление. Оно настолько является обманчивым. Да. То есть вроде бы неуклюжий, а чистых ударов нет. И сейчас попадания были, но, что называется, не вложены в полную мощь. Было-было. Способны выключить? Наверное, нет. Поскольку там то голова выбирается чуть-чуть. Попытка болевого. Кимуры, так называемый. Сейчас спокойно за Кимур. Попытка пройти в Мау. Великолепный фигмент. Контрприем проводит. И бросается в атаку. Максим тоже пытается коленями бить. Он немножко неуклюжий. Кенни почему-то когда бьет Каэна, он весь подпрыгивает. Чтобы посильнее было все правильно. И смотрите, обратите внимание, Григорий, в одну точку. Да. Такие крюки у него. Приличная сила. По ногам, по селезенке. Это все, в общем, актив. Сам теперь, сам, сам, сам. Сам. Хорошо, отлично. И колено. Отлично. Вот сейчас, например, подправляем. Левую руку снизу. Левую руку снизу. Абсолютно правильный совет. Поменяйся с ним. Надо скрутиться. Будьте тазом в одну сторону и... Держать, держать, держать. Не знаю, как это Максим Гришин делал в бою в предыдущем спиртском зале. Вот, вот, хорошо. Движаясь под руки, спокойно поработай. Ко первого раунда закончится. 20 секунд еще. Закончится сам. И попытаться придержать. Да, сегодня американцы дают бой, конечно. Гудотов. Гудотов. Ожидаемая легкая прогулка. Здесь совершенно не точно не получилась. Уже у Артура Кусейного. Миранда приехал. КОНЕЦ 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 Хотя тяжеловато. Магомед тоже тяжеловато. Наверное, потому что нос травмирует. Тяжело дышать. А, лед. Лед там просят убрать. Интересно, держит руки Магомед, высоко очень, как будто кто предлагает пробивание левой прямой. Первый раз вижу, что погоняет на гойку. В каратистском стиле. Вот эта открытость может ему сейчас стоить. Готовят, выцеливают, он покинет. Кенни, обратите внимание, обратите внимание, как работает головой и как работает плечами. Он не находится в погозном состоянии. По такой цели тяжело попасть, тут разбрасывать надо его. Магомед заряжает правую ногу, сейчас будет право боковой, не надо запускать свой уровень. Сейчас, сейчас, сегодня прилетит вопрос, вернется ли Кенни. Может, что сам Киев себе придумал. Есть. Еще навстречу попал. Хорош. Мне кажется, мне все равно, что умазывается как дальше было. У меня сейчас там прямого не было. Нет, мы на повторе разберем. Этот удар как раз везет. Глава, давай, давай. Увернулся Кенни. Я там страшно стал на ногах. Железнодорожный вагон пролетел над головой Кенни. Боксерский матч мы сегодня с вами наблюдаем, дорогие зрители. Ну что, Магомед удар на ногой показал. Умеет. Да, ударолись. Ну, да, наверное, ударолись. Публика поддерживает Магомеда. Как раз силы сейчас экономит. Раз-два. Такие размахаечки боковые. Ну, что-то попало. Уверет хорошо. Почему-то Кенни не встал, я не понимаю. Ну, все-таки подустал. Вот здесь начинает сказываться. Журнал. Слава у ТС-миноксерых поясов. Вы, Григорий, про акклиматизацию. Я про физические. Ну, действительно, может быть, я уже немножко поднадоел с этим. Но это действительно серьезный фактор. Очень серьезный. Причем здесь поднадоел? Это самый-самый, что у меня есть, фактор. В Америке сейчас полудень, грубо говоря. У нас уже близок к полуночи. То организм не понимает, что происходит. Уже Кенни руки подопустил. Кенни уже так размашисто бьет. После руки. Голос. Такое ощущение, что устал. Кенни устал, однозначно. Сейчас уже второй нос. И оба устали. Очень похожие бойцы на самом деле. Оба бьющие, оба тяжелые. Оба подустали. Кенни чуть-чуть. О, попал Кенни. Справа. И подшатнулся Магомед. Кенни право-боковой попал. Еще. Еще. А это Кенни. Вот это да. Магомед уже спасается в партере. Поплыл Магомед. Серьезно поплыл. Кенни приглашает дальше Варимент. Ну, там и Кенни. Сейчас не заигрался. Магомед, смотрите, уже как шаг поставит. Шатается, что-то плывет. Очень сильно плывет. Сейчас нужно тянуть время Магомеду. Уходить, может быть, и клинчевать. Но нельзя вот так стоять с опущенными руками. Это закончится плохо. Дары такие уже. Ва-бах. Магомед, полк. Заваливается уже Магомед устал. Сейчас сверху драм ударов будет. Поплыл. Поплыл. Отсказываются за голой американцев. Сядь, сядь. И что? Кимура придумывать. Или рычаг. Или ничего не будем придумывать. Ну, не та позиция. Можно, можно. Здесь сейчас вниз локоть пошел. Ну, да, зависит от гибкости суставов Магомеда на самом деле. Люди, у которых неподвижные суставы, можно почти с любой позиции Кимура сделать. Дай вверх. Когда находясь в гарде. Смотрите пыль. Смотрите пыльную пыль. Смотрите пыльную пыль. Смотрите. Смотри, говорит, чтобы не смастил. Локоть. Вот из этой позиции, ребята, тебе так руку отдают. В принципе, делай что угодно уже. Устал. Придет на 22-ая сенсация, вы знаете. Да. Громкая. В 15 раз громкая. Зажигают. Ты вывернулся хорошо. 30 секунд до конца второго раунда. А их на пол не 5. Да. Пока возникла пауза, позволю себе озвучить ближайшие трансляции М1 на канале Россия 2. Это 6 июня Ингушетия, челлендж 33 и 21 июня Фёдор Емельяненко против Педро Киза. Которого мы сегодня наблюдаем с вами Фёдора и Педро здесь на турнире. Сидят, смотрят. Сидят, смотрят, готовятся к бою. На ближайшее 6 июня Ингушетия. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В весовой категории свыше 93 кг вручает президент M1 Global Russia Вадим Финкельштейн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok